Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Накануне глава следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовом пищевом отравлении работников завода. В Белокатайском районе возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В ходе рабочей поездки по северо-востоку Башкортостана глава республики Ради Хабиров посетил старое здание спортивной школы. В нем занимаются порядка 600 детей и подростков по 9 видам спорта. Также здесь проводятся муниципальные спортивно-массовые мероприятия. Конструкция здания состоит из двухэтажного кирпичного блока и спортивного зала ангарного типа. Их вызвали в 1998 году и с тех пор здесь проводился только косметический ремонт. Занятия в спортивном зале стали небезопасны. Из-за отсутствия пара и гидроизоляции разрушились деревянные конструкции между кровлей и внутренней облицовкой. Также Ради Хабиров посетил строительную площадку Дома культуры в селе Новомуслюмово Мечетлинского района. Его возводят в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость объекта составляет 126 миллионов рублей. 750 квадратных метров, зал на 150 мест, будет хореографический еще кружок, будет здесь библиотека, будет административный блок и получается еще небольшой выставочный комплекс, музейчик будет местный. Работы здесь стартовали этим летом. До конца года строители возведут фундамент, стены, крышу и подведут инженерные коммуникации. Вести в эксплуатацию культурный центр планирует к сентябрю 2025 года. 220 миллионов рублей инвестирует резидент территории опережающего развития Белебей в создание мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана. Инвестор компании «Белэко» планирует реализовать проект в течение пяти лет и создать 30 рабочих мест. В этом году будут завершены строительно-монтажные работы. На следующий год запланирован закуп спецтехники, монтаж и запуск оборудования. На проектную мощность обработки отходов до 100 тысяч тонн в год предприятие намерено выйти к 2029 году. После получения лицензии и утверждения тарифа будет обрабатывать потоки твердых коммунальных отходов, поступающие с территории пяти муниципальных районов, зону номер 4, деятельность регионального оператора ООО «Экология-Т». Ввод в эксплуатацию данного комплекса позволит республике Башкортостан достичь показателей, указанным президентом Российской Федерации номер 309. Это 100% обработка всех твердых коммунальных отходов, сокращение объема захоронений в два раза и увеличение во вторичный оборот до 25% от общего объема твердых коммунальных отходов. Напомню, для предприятий-резидентов территории опережающего развития в республике действует ряд преференций, в частности льготы по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых. На региональном уровне они освобождены от уплаты налога на имущество на муниципальном на землю. Также для них предусмотрен пониженный коэффициент по аренде госимущества. Помимо этого, статус резидента позволяет инвесторам получить в аренду землю без торгов. Более 1 миллиона тонн асфальтобетона уложили на первом этапе строительства трассы Дюртюли-Ачит на территории Башкортостана. Об этом сообщил вице-премьер правительства страны Марат Хуснулин. Строительство трассы Дюртюли-Ачит разделили на три этапа. При возведении специалисты внедрили новую технологию водоотводящей системы, которая позволит сократить сроки строительства в два раза путем исключения бетонных работ с привлечением тяжелой техники. Кроме того, активно ведется устройство наружного освещения. Всего на протяжении первого этапа вдоль дороги установят более 7 тысяч опор. На мосту через реку Белую используется система мониторинга. Она состоит из более чем 500 датчиков, установленных на ростверках, опорах, корневых блоках и пролетных строениях моста. Помимо этого, для обеспечения безопасности движения установили 149 километров барьерного ограждения. Для защиты экологии территории проложили 36 километров труб, ливневые канализации с очистными сооружениями. Напомню, общая протяженность дороги от города Дюртюли до поселка Ачит составит 275 километров. Запустить движение по М12 Восток на данном участке планируется в конце этого года. Минлесхоз Башкортостана выставил на аукционы 37 лотов для предпринимателей. Общий объем заготовки древесины оценивается в 30 тысяч кубометров, сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона. Участки находятся на территории Ольшеевского, Аскинского, Баймакского, Белебеевского, Белокатайского, Бурзианского и Клинского, Туймазинского районов. Аукцион состоится 27 ноября. Заявки на участие принимаются до 21 числа. С победителями торгов заключат договоры купли-продажи сроком до одного года. Сами территории в аренду передаваться не будут. Рубить разрешено только отведенные для этих целей деревья. По данным Минлесхоза, с начала этого года на территории республики на аукционы выставили 720 лотов с общим объемом заготовки древесины в 708 тысяч кубометров. С предпринимателями региона заключили 267 договоров аренды. Они заготовили 211 тысяч кубов. И в завершение выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Юань и евро откатились назад. Китайская валюта подешевела на 11 копеек. Курс 13,64. Европейская на рубль 18 копеек до 105,71 копейки. Доллар плюсует 17 копеек. Курс 98,22. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юаня в банке ВТБ за 14 рублей. Продажа в Совковбанке за 14,20. Покупка доллара в Быстробанке за 96,85 копеек. Продажа в Акбарсбанке за 97,50. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Акбарсбанке и Быстробанке за 105 рублей. По продаже в Райфайзенбанке за 105,30. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК. РПК.